Привет, друзья мои! 7 утра. Сегодня у меня в планах было штукатурить дом. Температура на улице плюс 3. В принципе, в доме, наверное, где-то плюс 7. Мы можем попробовать с вами начать штукатурные работы. Те работы, которые уже заметны, которые делаются один раз. Одну комнату напомню, что мы уже сделали полностью. И там осталось только проштукатурить, прошпатлевать. Все, останется ввести отопление, окно вставить и потолки еще. Короче, комната будет готова. Поэтому, блин, классно. Сегодня будем делать одну комнату. Так, я сейчас доезжаю до стройки, переодеваюсь и начинаем. Все, поехали! Ребята, если учесть, что на дворе начало мая, то погода просто шикарная. Вчера я приехал вечером, травка зелененькая, уже все классно так открывается. Сколотил вот эту конструкцию, сейчас я вам покажу ее. Знаете, как я ее сделал? Я взял сетку ЦПС, вот эту, которая армирующая сетка. Ее просто прибил. Но сразу скажу, она работает нормально, только она, видите, бракованная была. Мне это не показали. Нормально, да? Снегозадержатели не работают. Хотя столько снега они и не выдержат. Через них проходит. Короче, ребят, я пару раз еще заделал лопатой. Пришлось это все зашивать, вот эти все моменты. Но работает она нормально и очень хорошо сеет. Короче, снег просто валит. Я не ожидал, что столько снега будет. Это просто жесть. Май, Май, ты где? Эй, лето! Ладно, ребят, короче, на всякий случай я на стройку взял такую штукенцию. Смотрите. У меня в доме температура плюс 7 сейчас. При том, что на улице температура плюс 3. Вот мой советский градусник плюс 2,5 где-то вот так. А здесь у нас температура в доме на первом этаже плюс... Где-то плюс 4, плюс 5, да? Не совсем хорошо. Ну, кстати, там на втором этаже теплее. Наверное, из-за крыши. Ну, пойдемте, покажу, что мы сегодня будем делать. Итак, друзья, в предыдущем видео мы с вами загрунтовали стены. Потом мы протянули электрику. Все видосы будут вот здесь в плейлисте. То есть вы можете нажать вот этот восклицательный значок и посмотреть все видео по очереди, кто еще не видел начало самого этапа нашего вот этого ремонта. Далее мы после грунтовки натянули с вами сетку, поставили маяки. В прошлом видео я сильно много говорил, что мне это не нравится. Это очень все долго, нудно, мутно. Хочу гипсокартон в тему въехал, разобрался и мне это понравилось. Кстати, спасибо большое. Сразу же хочу вам, кто в комментариях мне рассказал про то, что все-таки проходной выключатель нужен. Все-таки добавь розеток. Потом выдерни вот эти розетки, которые я поставил. Здесь она будет отлично прям, я смотрел в размер, она прям аккуратненько получилась. А во многих местах все-таки розетки действительно там по сантиметру я пролетел. И поэтому, ребят, не ставьте розетки до момента штукатурки. То есть хотя бы до момента установки маяков. После установки маяков можно уже примерно прицелиться, где они будут находиться. Но опять же, я поставил маяки, думаю, надо розетки поставить, чтобы потом не заморачиваться. Посмотрел, думаю, а зачем? Вставил сюда бумажные просто вкладыши. И сейчас заштукатурю, вырежу эти места и потом аккуратненько вставлю розетки и зашпатлюю. Поэтому, ребят, подрозетники не ставьте до момента штукатурки. Они здесь не нужны. Что мы сделали? Я немножко вас обманываю сейчас. Простите меня, пожалуйста. На самом деле, я сегодня с утра уже работаю штукатурю, стены. Потому как я не мог вам начинать показывать, что я делаю и как я делаю, если бы я вообще не разобрался в этой тематике. А так я немного вник, я понял, мне это понравилось, настроение у меня прям сегодня хорошее. Конечно, немного я сделал, но тем не менее, я эту тему понял. Сейчас я уже дошел до таких этапов. Это сейчас подсыхает. А для вас, друзья, чтобы, ну, кто еще ни разу этого не делал, я расскажу на примере какой-нибудь из пустых стен, как я до этого дошел. Сразу скажу, делаю по-правильному. И первое, это у нас будет этап набрызга. Я попробовал набрызгивать ковшом. Отлетает, брызгает, летает в глаз. Я не знаю, сейчас чистый глаз нет, у меня в глаз прилетело. Я пошел другим путем, сделал немножечко раствор по гуще, чуть-чуть. Смотрите, для набрызга я использую вот такой раствор. Здесь у меня 4 части песка, 1 часть цемента и очень немножечко персиково-вкусного мыла. Но есть один косяк, с которым столкнулся. Зиму пролежал цемент у меня внизу, и он скомковался местами. Я понимаю, что он потерял в марке, но, короче, эти комочки теперь есть. Приходится их выкидывать по-другому никак. Я пытался их рубить там в ведре, но не получается все это делать, поэтому комочки есть. И первый этап, и, можно сказать, последний этап тоже после основного слоя, он тоже будет сделан именно таким же раствором. Смотрите, у нас песочек со снегом. Прелесть, да? Можно вот таким путем. Можно укропить ловушку. Вот тут больше получается, как бы, удара. Что набросок, что штукатурку, начинать нужно сверху. Это самое правильное. Потому что, если вы будете снизу, и у вас сверху вдруг что-то упадет, оно с собой заберет все остальное. То, что у вас вот здесь свалилось вниз, это вообще волноваться не стоит, потому что простой момент. Так, взяли. И подняли. Ребят, сразу говорю, пожалуйста, не ругайте. Мы все делаем первый раз. Я учусь вместе с вами. И благодаря вашим комментариям. Поэтому, если, короче, где-то что-то неправильно, то лучше не ругать, а направить. Помните, я писал, что волновался, что у меня будет скрежет металла бесить? Вообще, сегодня ни разу еще не заметил. И правильно, один из подписчиков написал, ребят, что ты не заметишь, звук приятный. На самом деле, правилом работал. Нисколько не напрягает. То ли это потому, что раствором занято, и звук не такой противный. То ли психологически подготовился к этому. Не знаю. Вот и все, мы набросали, и теперь нужно это оставить до момента схватывания. Схватывание, вы знаете, как поймем. Вот, короче, раствор перестанет клеиться к пальцам. Сейчас он клеится. Когда он перестанет клеиться, мы будем закидывать основной слой. Все, все просто. Теперь я прокидаю эту стену вверх. И пойдем делать основной слой. Вот видите, про что я говорил. Если кидаешь сверху, обваливается, и нижний забирает с собой. Сейчас руку набью. Вообще буду профессионально это делать. Ребят, я чумазый, просто жесть. Эта работа, кстати, она очень маркая. Приготовьтесь к этому. Я хочу вам показать раствор, который замешивают для основного слоя. Как я это определяю? Когда бетономешалка работает, если слой для набрызга или финалки, то он просто вот так и течет. То есть она работает, а он примерно вот в этой нише. А когда он немного, бетономешалка его поднимает и сбрасывает, поднимает, то есть как тесто, знаете, то я понимаю, что этот раствор отличный для основного слоя. Вот, посмотрите. И самое что классное, что мне нравится, что мне не приходится торопиться. То есть погода сегодня, вы видите, не благоволит, то есть не жаркая. И поэтому раствор чудо. Вон, прекрасный. Прекрасный раствор. Я на всякий случай завел свою эту обогревашку. Клевая штука. Встанешь так, ага, хорошо, погреешься прям. Это инфракрасный обогреватель. И я хочу сказать, что на 2 градуса он уже поднял температуру в комнате. Это, конечно, бесполезно, потому что у нас потолки не утеплены. У нас нет пленки пока пароизоляционной, нет двери. И поэтому эту комнату не нагреть сейчас для того, чтобы ночью она эту температуру держала. Но я уверен, что в этом доме ночью не опустится до нуля. И ниже тем более. Поехали дальше закидывать. Я включаю вам неплохую такую музычку. Из тех, что предлагает YouTube. Потому что, сами знаете, хорошие такие мотивчики ставить нельзя пока. Их надо покупать, а у меня на них денег нет. Короче, я вам поставлю ютубовский музыкальный подарок. Все, я вам ставлю музыку. Слушайте, смотрите, наслаждайтесь. Блин, снег всегда падает так страшно. Как будто у меня крыша рушится. Все, поехали дальше. Работаем дальше. Что, мы для этого и собрались сегодня, ребят. Работаем дальше. Хотите, я даже это могу в ускоренном режиме работать? Могу быстро. Под музыку и быстро. Так же будет интереснее. Поехали. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, я даже не знаю, может быть у меня сейчас грязное лицо. Я прям в спартанском режиме просто фигачил сегодня эту стену. И вот что я сделал за сегодняшний день, это за 8 рабочих часов. Это для того, чтобы вы поняли, ну, хотя, знаете, у каждого свой темп работы, но тем не менее. Я вам так скажу, вот эта стена 6 метров, вот здесь метр 20, это 7,20. И вот здесь, ну, окно еще, да, вычитаем. И здесь примерно метра 3. Вот, 10 метров, короче, получилось. Из них накидано 10 сантиметров по 5. Еще 2 сантиметра надо докидать, потому как больше нельзя просто. Если я сейчас еще больше накидаю, то вся эта конструкция просто рухнет. Она и так уже пару раз обваливалась, и я, ну, страшно. Вот, вот это готовая стена почти, то есть, ну, осталось тут немного зажелезнить фигня вообще. Это почти тоже готовая. Тут докидать вообще немного, и уже можно ровнять. Здесь, видите, обрушилась, потому что многое навалило, и я понял, что основной слой такой большой, класть нельзя. Нельзя. Стараться надо меньше. Так, сегодня ночью будет где-то, наверное, плюс 3, плюс 5, поэтому я думаю, что вся эта фигня будет потихонечку сохнуть медленно. Это может быть даже хорошо, я считаю. Чем меньше влага выходит из стены, тем лучше. По-моему, так. Ну, вы можете меня поправить. Ой, как хорошо тут тепло так стоять, около инфракрасного обогревателя. Просто прелесть. Я могу отсюда все рассказывать вам. Давайте лучше на штатив вот так поставлю, потому что я шатаю, и вам не совсем, может быть, удобно и комфортно. Завтра утром мы с вами доделаем уже замазка, растерка последняя. Постараемся что-нибудь вот такого сотворить интересного. Если завтра погода нам соблаговолит, и моя спина хотя бы хоть немного распрямится, потому что сегодня она уже, ну, сейчас в баньку, сейчас прям, пш, попарим. Погреюсь, погреюсь хорошо. Я думаю, что завтра утром я буду на бодрике. Ну, во всяком случае, у меня пока сейчас у меня прет ажиотаж. Единственное, ноги болят и спина болит. Старость, 35 лет, ребят, это уже как бы возраст. Поэтому строить до 40 лет, это еще один лайфхак. Строить надо до 40. После 40 уже надо жить. Ну, как-то так. Доброе утро. Сейчас 8 утра. Хотя, какая разница, сколько времени. Мы же не об этом. Вчера мы с вами, как вы помните, сделали первый слой. Где-то уже это был слой за основным. И я хочу сказать, что круто. Схватилось прям отлично. То есть, ну, вот прям, вот прям крепко. Здесь тоже все отлично. Сейчас мы это еще разровняем выравнивающим слоем. Последним. И здесь будет уже стена готова полностью. А здесь мы набросаем еще слой, потому что здесь было слишком много. Ну, так же, как мы бросаем там. Но есть одна большая проблема. Вчера я, ну, то есть, 5 минут назад у вас видео, для меня это было вчера. Я вам показывал, что у меня раствор получился синим. Так вот, беда в том, что, короче, этот раствор синим получился, наверное, из-за того, что я много кинул туда мыло. Я так думаю, он до сих пор немножко мягковат. Хотя, может быть, это был последний раствор именно поэтому он и мягковат. Не знаю. Так, на улице сейчас около 4 градусов тепла. А в помещении у нас, я вчера поставил два дублирующих термометра, чтобы, ну, вдруг один врет. Короче, сейчас у нас 6 градусов тепла. И ночью я так предполагаю, что опускалось, может быть, до 3-4 градусов. То есть, по идее, я так понимаю, что для раствора это нисколько не страшно. Но если вы что-то знаете, сообщите. На улице, как всегда, как и вчера, я сейчас вам покажу, какая у нас тема. Вот такая вот красота у нас. Все завалило снегом. Совсем недавно были лесные, ой, полевые пожары. У нас сгорела трава. И сегодня у нас тут лежит 20 сантиметров снега. Но это Сибирь. А Сибирь, она непредсказуема. В любое время, может, и в июне выпасть. Поэтому вот так. Ну, все, приступаем. Раствор я замешал. Жидковатый, правда. Потому что, знаете, опять же, воды даже не добавляешь. Кидаешь песок. Он пока крутится, снег тает. И добавляет вот самую воду. Вот такая вот беда. Сейчас будем решать этот вопрос. Итак, ребят, процесс идет. И идет, причем, очень эффективно. И мне нравится. Смотрите. Эту стену почти закончили. Остался сейчас последний процесс выравнивания из-за терки. Короче, я ее пока оставил. Потому что пусть она подсохнет. Угол. Первый угол в моей жизни, который получился ровный и прикольный. Мне нравится. Старайтесь, ребят. Старайтесь делать по минимуму. Хотя, с другой стороны, я теперь буду в этой комнате уверен, что любой гвоздь на 30-40 можно забить и не бояться попасть в провод. Падает реально очень много. Тут тоже все закидал. Вываливается местами. Вот сейчас жду. То есть, хочу часа два, чтобы это все простояло. Схватилось. И потом уже буду подрезать слой. Как подрезать, вы уже видели. Теперь давайте мы с вами еще раз повторим нашу процедуру набрызга. Короче, почему я хочу набрызгом сейчас заняться? Потому что у меня вот такой раствор получился, жиденький. Смотрите. Вот, видите? Вот. И поэтому его очень классно набрасывать. Сейчас мы его набросаем на эту стенку. Там, видите, надо забутить. Там тоже не слабая высота. Там наверху вообще сантиметров 7. А так, в принципе, около 4-5 сантиметров везде варьируется. Поэтому можно вот так набрасывать. Ну, у меня так все падает. Поэтому я почему-то... Я не научился еще набрасывать это. Хотя, как бы, можно попробовать. Но падает больше, чем я, например, вот так беру и намазываю. Так мне легче намного. Если кто-то может мне подсказать, почему у меня происходит именно так, я буду очень рад. Потому что у меня еще целый дом делать. И я бы этот секрет хотел бы понять. Почему первый наброс вот такой неприкольный получается. Конечно, это уже кто-нибудь придумал. Для меня, короче, принесли вот такие штуки. Поставили. Сейчас просто забиваю. То есть мы угол сейчас сделаем таким простым путем. Сейчас закидываем раствор в эту щель. И у нас, получается, формируется уже угол, который просто надо будет дожелезнить в дальнейшем. И все. Вот 50-ка, доска 50 на 200. Самый отличный вариант. Ей же я и потом доделаю все внешние углы дома. Внутри квартирные, внешние углы. Главное, что ее даже не надо на саморез засадить, потому как она тяжелая, массивная. Прижал и все. Сейчас закидаем и подчистим. И будет нормально. Ребята, ну мы закончили на сегодня. Я хочу сказать, что работа была успешная. Мне понравилось. Мы сделали, я считаю, большую часть комнаты и сделали уже финалку. Ну, то есть уже здорово. Смотрите, чтобы понимание было. Вот. Вот в таком виде сейчас у нас комната. Осталось сделать. Ну, это я уже просто последний материал забрасывал. Не знал, куда деть. Если бы я с подрезаниями, времени ушло много. Сейчас надо уже домой ехать. Делать дофига еще. Так что вот закидали вот эту стену. Ну, просто, чтобы куда-то истратить материал. Тут толщина всего полтора сантиметра, поэтому набросок ничего не надо было. Просто сразу основным слоем клал. Немножко только прогрунтовал и все. Здесь, видите, как интересно. О, червяк он, например. Видите, червяки в растворе. Короче, вот когда проходишь подрезку, в этих местах, где остаются вот эти проголызины, понятно, что надо набрасывать. То есть по ним, понимаешь, кипятаки еще не добросаны. Не доброшены, не добиты. Вот тут тоже. Здесь наверху уже просто не клеится раствор, потому что сантиметров 7 раствора где-то. И вот такие места пришлось оставить. Это мы докидаем завтра в следующий приезд. Может быть завтра, послезавтра, не знаю. Вот, смотрите, тут тоже, видите, не добито. Потому что тоже раствор большой слой. Я сейчас должен сказать какое-то резюме по поводу сегодняшнего мероприятия. Это вот два дня работы, вы поняли, да? Я хочу сказать, что штукатурить, ну вот на сегодняшний день уже в голове складываются такие моменты, как штукатурить дальнейшие стены. Если там будут большие завалы, я, наверное, откажусь, может быть. Но гипсокартон это все-таки не так серьезно, как штукатурка. Работа не однотипная, везде выходят разные новые какие-то проблемы, с которыми сталкиваешься и решаешь их по ходу. Поэтому это не как просто делать что-то однотонно, монотонно. Короче, интересно. Мне понравилось. И я всем рекомендую отдохнуть, приеду на стройку, допинаю оставшуюся часть. И дальше мы с вами будем весь наш штукатурный слой шпатлевать. Кстати, посоветуйте, чем правильнее и лучше было бы это сделать. Гипс не знаю. Ну, вообще, как гипс на цементно-песчаном. Я буду очень рад, если вы что-то посоветуете. Мне будет полезна информация ваша. Тем более, вы, ну, многие уже сталкивались и знают. Ну, все, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.